Уважаемые коллеги, ещё раз здравствуйте. Итак, я знаю, что в программе я обозначал свою тему как новое взгляда на диагностику, при этом хотелось бы отметить, что в рамках работы над данной темой я решил расширить название и добавить более актуальное название, а именно «Персонализированная профилактика на примере мочекаменной болезни». Понятно, что в современных условиях с ростом смертности трудоспособного населения, увеличением общей смертности необходимо заниматься профилактикой и предотвращением причин данных состояний. Когда мы говорим о профилактике, нужны какие-то понятные критерии эффективности данных мероприятий. А именно, мы предлагаем мочекаменной болезни в рамках индикатора эффективности профилактики. И вот почему. По нашему мнению, данный индикатор должен быть регистрирован в статистической документации, наносить системный характер, диагностирование данного состояния должно быть простым, и данное заболевание должно быть предшествующим социально значимым заболеваниям и увеличивать риск самих этих социально значимых заболеваний. Безусловно, такое позиционирование спорно, и в следующих слайдах я обосную его правомощность. Ну, надо сказать, что сам факт наличия мочекаменной болезни у человека потенциирует риск сердечно-сосудистых заболеваний, нефрипатии и, безусловно, онкологических заболеваний. Если разобраться более детально, то оказывается, что в исследовании наших коллег, которые обследовали более 43 тысяч пациентов, было установлено, что сам факт наличия мочекаменной болезни потенциирует риск рака почки, мочевого пузыря, щитовидной железы, груди у женщин, лёгких и так далее. Кроме того, например, французские коллеги говорят о том, что мочекаменная болезнь должна рассматриваться в качестве маркёра кардиоваскулярных заболеваний. И сам факт наличия мочекаменной болезни должен через некоторое время призывать докторов к тому, чтобы они проводили специфическое обследование и лечение уже сердечно-сосудистой патологии. Почему так происходит? Но во многом потому, что факторы риска камнеобразования, они, в общем-то, торжественным фактором риска и всех системных заболеваний, ну, в том числе среднесосудистых заболеваний, а именно животный белок, избыточное потребление соли, гипогидротация, курение, метаболический синдром, диабет, гипертония, остеопороз. Видно, что это общесистемные заболевания. Вообще говоря про профилактику, я бы мог её уподобить дереву. И вот почему. Во-первых, есть какая-то генетическая предрасположенность к возникновению того или иного состояния. На базе этой генетической предрасположенности играет роль факторы риска. Ну, например, трансжиры, алкоголь, гиподинамия, плохая экология, курение, консерванты. Всё это вкупе приводит, ну, например, кондотериальная дисфункция, которая, в свою очередь, переходит в метаболический синдром, происходит нарушение толерантности к глюкозе. Именно на этом уровне происходит системное заболевание сосудов, проявляются. Они могут проявиться в разных видах заболевания. Вот здесь я бы представил мочекаменную болезнь и эректильную дисфункцию. Если это состояние не лечится и происходит, прогрессирует, развивается диабет в выявляемых или невыявляемых формах. Далее следует ишемическая болезнь сердца, дистерокуляторная цефалопатия, а потом уже инсульт и инфаркт. После чего происходит катастрофа. И именно катастрофу вот такую мы и начинаем лечить. И, безусловно, понятно, что лечение вот на поздних стадиях инсульта, инфаркта, оно, в общем-то, безуспешно. Но если вернуться в начало данного процесса, то мы с вами понимаем, что в рамках профилактики, если мы серьёзно занимаемся этой профилактикой, нам надо профилактировать не конкретно инсульт, инфаркт или ишемическую болезнь сердца, либо мочекаменную болезнь, эректильную дисфункцию. То есть профилактикой конкретной нозологической формы в принципе невозможно. Мы можем профилактировать по сути системные процессы. Ну, например, эндотелиальную дисфункцию, метаболический синдром. А вот уже отсутствие этих состояний и помогут нам избежать вот этого трагического конца. Другими словами, мы можем вспомнить работу Гиппократа, который разделял все периоды жизни человека на 4 декады. Напомню вам, что это от 0 до 20 лет, с 20 лет до 40 лет, с 40 до 60 и с 60 до 80. Вот на этом таймлайне мы выделили те заболевания, которые наиболее часто встречаются. Кстати, о них же тоже писал и Гиппократ, просто он использовал немного другую терминологию, но в целом он говорил именно об этом. А именно, посмотрите, до 20 лет, как правило, развиваются те заболевания, которые в своей структуре имеют значительную генетическую предрасположенность. С 20 до 40 лет наиболее часто встречаются болезни обмена веществ, мочекаменная болезнь, подагра, метаболический синдром и так далее и тому подобное. С 40 до 60 лет эти обменные нарушения носят уже морфологический субстрат и выражаются в сосудистой патологии, в сосудистом поражении. И тут уже приходит ректильная дисфункция, ишемическая болезнь сердца, нарушение зрения. К 60-80 годам прогрессирует это состояние, и часто проявлением данной прогрессии являются именно сосудистые катастрофы, инсульты и инфаркты. То есть мы можем сказать о прогрессировании состояния ухудшения здоровья. При чем же тут мочекаменная болезни, как ее связать с ролью профилактики и почему мы предлагаем данную болезнь на роль индикаторного заболевания. А вот почему. Тут необходимо коснуться патогенеза, и мы обсуждали данный вопрос на предыдущей лекции Юрия Васильевича относительно патогенеза данного состояния. Мне наиболее близка позиция Штрамайера, доктора из Германии, который по сути сформировал профилактическую модель мочекаменной болезни в своей стране. Есть глобально всего лишь две теории развития мочекаменной болезни. Это так называемая теория фиксированной частицы и теория свободной частицы. То есть теория фиксированной частицы говорит, что есть некая поврежденная клетка, на базе которой развивается уже конгломерат из солей и так далее и тому подобное, белковый матрикс подключается, и происходит камнеобразование. А теория же свободной частицы говорит, что есть некие литогенные нарушения, которые каким-то образом доходят до того состояния, что эти кристаллы начинают аккумулироваться и развиваться камень. По сути, Штрамайер предложил формат следующий. Он говорит, что и в том, и в ином случае происходит повреждение клеток, но оно может возникать первично и вторично. Простым примером поясню. Например, при основном пути происходит повреждение клеток, после чего развивается кальцификация этой клетки, образуется бляшка и происходит рост камня. При вторичном же пути вот эти кристаллы, выделяемые почкой при нарушенном обмене веществ, они приводят к повреждению клеток. И уже на базе поврежденной клетки происходит адгезия кристаллов и всё тот же самый рост камня. К чему я это говорю? А говорю это к тому, что в первую очередь происходит повреждение клетки. Почему оно происходит? Ну, в общем-то, если посмотреть на структуру почки и вспомнить анатомию, то в почке глобально существуют артерии. Это такой примитивизм, некое упрощение, но оно зачастую помогает. Артерии, вены и система выведения мочи. На данном слайде представлены кальцифицированные протоки почки. То есть, если обратить внимание, то вокруг вот этих вот кальцифицированных трубочек существуют сосуды. Именно состояние сосудов и состояние эндотелиальной ткани и формируют вот эту, запрограммируют эту смерть этих сосочков. То есть, происходит нарушение трофики, от которого развивается мочекаменная болезнь. И уже из этих сосудов, посмотрите на эту картинку, также Штромаер предложил так называемый индекс кальцификации по подсчёту количества бляшек Рендалла. И вот на этой картинке, эта картинка при нефроскопии, мы можем наблюдать кальцифицированный почечный сосочек. То есть, вот из этой трубочки вырастает камень, который уже выявляется визуально на почечном сосочке. Именно отсюда и берут, в общем-то, начало те крыловидные камни, которые просто продолжают свой рост, накапливаются, аккумулируются и так далее и тому подобное. Далее, эти кальцифицированные сосочки могут достигать и больших размеров. Вот, они также представлены на экране. То есть, ещё раз, хотелось бы подчеркнуть, что именно сосудистые повреждения приводят к этому. На сегодняшний день существует множество технических возможностей по ранней диагностике и предупреждению мочекаменной болезни. Ну, например, тест системы мочи. Можно за минуту определять, там, уровень кальциурии, уровень креатинина и так далее и тому подобное. Существуют генетические маркёры мочекаменной болезни. Импедансометрия мочи, электростимуляция, спектрометрия камней, МРТС-спектрометрия, денситометрия и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, в конкретном клиническом случае все эти данные маркёры, они не нужны. Ну, вот классический пример пациента с камнем левой почки. Существуют калькуляторы риска развития камней. Данный калькулятор, вот он представлен на экране, он показывает, в какой вероятности разовьётся камень у данного пациента. Вот если ретроградно оценивать, то этот калькулятор и говорил, что высокая вероятность. Но нет, у пациента уже существует, есть крупный камень лоханки левой почки. И все эти современные методики исследования, они, в общем-то, бесполезны. Их поздно применять, и в любом случае придётся выполнять оперативное вмешательство. И существует парадигма, современная парадигма профилактической медицины, которая была сформулирована доктором Афаремко, который говорит, что медицина, будущего медицина, уже в принципе сегодняшнего дня, потому что когда он формулировал свои принципы, он и говорил о 21 веке, должна быть предсказывающая, профилактическая, персонализированная и предполагающая личное участие пациента. Именно об этой парадигме в том числе говорили наши русские классики медицины, например, Николай Иванович Пирогов, говорящий о том, что медицина, фунт профилактическая подвлечения, и это также вкладывается вот в эту профилактическую модель, которую мы, к сожалению, не смогли применить у того пациента с крупным камнем почки. Когда мы говорим про уровни профилактики, что же мы можем сделать и как мы можем помочь пациенту либо до того, как у него возник этот камень, либо после этого камня, мы должны рассмотреть несколько уровней. Ну, во-первых, это уровень генома, уровень протеома, метаболома, и чуть позже мы коснёмся уровень микробиота. Говоря про уровень генома, мы должны сформировать группы риска мочекаменной болезни. Ну, например, существует ряд генов, которые говорят, будет ли рецидив мочекаменной болезни, либо не будет. Они совершенно недорогие в использовании, просто про них надо знать и ими надо пользоваться. Необходимо использовать протеом, который также говорит о возможности развития мочекаменной болезни у человека и прогнозе данного развития. И, конечно же, метаболом, который и так активно использовался в своё время урологами. Это те самые знаменитые обменные нарушения. И также коснёмся генетической предрасположенности мочекаменной болезни. Существует множество статей. Вот я предлагаю статью Голдфарба за 2005 год, который говорит о том, что роль наследственности в уролитиазе примерно 52%. Существуют гены моногенно наследуемой мочекаменной болезни, ну, например, там, семейная гипомагниемия с гипероксалурией и нефрокальцинозом, либо ренально-тубулярный ацидоз, либо тистинурия, которые гарантированно запрограммированы, говорят о том, что у пациента будет мочекаменная болезнь. И эти гены надо знать, эти гены надо профилактировать, и данных пациентов изначально уже сводить в группу наблюдения и сразу же принимать специфические меры по предупреждению мочекаменной болезни. Ну, кроме того, существуют и мультифакториальные гены, и их роль доказана, ну, например, ген ОРАЯ-1 ассоциирован со следственным анамнезом. То есть, если у пациента с мочекаменной болезнью, у пациента, у которого у родителей была мочекаменная болезнь, он хочет узнать, есть ли риск у него, будет ли он. Вот надо оценить мутацию, например, гена ОРАЯ-1. Например, ген ВДР говорит о вероятности риска мочекаменной болезни у пациентов с неотягощенным анамнезом по мочекаменной болезни. Ну, например, ген КАСР говорит о двухстороннем рецидивирующем характере мочекаменной болезни. То есть, это всё очень важные параметры, которыми мы можем запрограммировать и оценить вероятность, то есть, сформировать ту группу риска, которую необходимо прицельно наблюдать и прицельно профилактировать об мочекаменной болезни. Вот в то же время, например, уже завершу я генетический обзор относительно предрасположенности к мочекаменной болезни. Есть такой ген КЛОТА. Этот ген говорит об одностороннем рецидивирующем течении мочекаменной болезни. То есть, мы можем, оценив и найдя мутацию данного гена, сказать о том, что у человека не будет мочекаменной болезни, которая приведёт к необходимости диализа, то есть, не будет двухстороннего поражения и не будет рецидивирования. То есть, таким образом мы можем отсечь ту группу, ту 50-процентную группу пациентов, которая не рецидивирует, мочекаменная болезнь, у которых не рецидивирует и происходит лишь один раз в их жизни. Говоря про... протеом, который сейчас также активно описывается в мочекаменной болезни, надо сказать, что в моче от 800 до 900 белков существует, и ряд из них можно использовать в качестве индикатора и прогноза течения мочекаменной болезни. Ну, кроме этих белков множество. Я просто привёл наиболее хорошо описанные в этом вопросе. Ну, например, белок тама Хорсвелла, известная работа в Санкт-Петербурге, оценивающая эти белки. Например, осиопантин, протромбиновый фрагмент 1, бикунин, микроальбумин в моче. Вот на микроальбумине в моче я бы хотел остановиться. Почему? Потому что это новое направление, и мне кажется, оно весьма перспективным. Если мы вспомним о том дереве, которое я показывал, да, то вот именно микроальбумин – это переход из корня в ствол, то есть это самое прицельное место, где можно приложить все максимально возможные профилактические усилия. Напомню вам строение нефрона. На данном слайде представлена капсула Боумна-Шумлянского, и видно, как происходит процесс фильтрации крови и как образуется первичная моча. Напомню, что это именно та первичная моча, которая формируется порядка 180 литров в день. Вот если посмотреть на мальпигевое тельце и в разрезе оценить артериулу, находящуюся в почечном тельце, то получится её такое вот весьма простое строение. Посмотрите, она состоит из трёх слоёв, слой эндотелия. Чем интереснее этот эндотелий? Это самый тонкий эндотелий в теле человека. Он всего лишь, его толщина составляет 50-90 нанометров. Для сравнения, хотелось бы сказать, что размер эритроцита, диаметр эритроцита порядка 7000-8000 нанометров. То есть кровяные тельца ни в коем случае не проникают через эту мембрану. Вообще толщина даже этого сосуда, вот этой артерии, артериулы, она 5-10 тысяч нанометров. То есть мы можем представить, что для того, чтобы там прошёл эритроцит, и нужна вот эта двояко вогнутая форма эритроцита, чтобы он мог схлопываться, складываться и проходить. Так вот, мы обсудили эндотелий данного сосуда, потом идут базальные мембраны и подоциты. Пора, пора в этом эндотеле, она в общем-то подсчитана, она примерно в среднем занимает 6,4 нанометра, то есть её диаметр. И теперь про белки просто покажу, почему ряд белков фильтруются и оказывается в мочи, а ряд нет. Ну, например, инсулин. Его диаметр полтора нанометра, да, то есть почти весь инсулин через этот фильтр проходит. Альбумин. А вот альбумин уже нет. Почему? Потому что альбумин среднего диаметра 7,1 нанометра, да, то есть понятно, что не хватает примерно 10% чтобы этот альбумин прошёл. Ну, это, безусловно, самая мелкая фракция альбумина. И вот уже на снимке реального сосуда можно показать, что при поре 6,4 нанометра альбумин остаётся в просвете сосуда. Существует ряд состояний, тех самых состояний, ну, например, нарушение эндотелиальной функции, артериальной гипертонии, которые повреждают вот эту артериулу. Ну, например, вот на правой части слайда, который сейчас вам представлен, посмотрите, увеличенные артериулы. Вот эти увеличенные артериулы на правом слайде происходят, например, в данном конкретном случае вследствие артериальной гипертонии, да, то есть происходит расширение, соответственно, и поры увеличиваются. И что мы с вами можем увидеть? А вот когда пора расширилась и стала 7,2 нанометра, то уже альбумин, так называемая фракция микроальбумина, она проникает через стенку сосуда. Далее этот альбумин мы с вами можем уже визуализировать в моче и говорить, ну, мало того, что нарушается функция почки, но кроме того, ещё и происходит центральная эндотелиальная дисфункция, которая и в том числе и приводит к мочекаменной болезни. Кроме того, что она приводит к мочекаменной болезни, она потенциирует риск артериальной гипертонии, эндотелиальной дисфункции, атеросклероза, она увеличивает риск стенокардии, инфаркта миокарда и в том числе и метаболических синдромов. То есть, иными словами, существует мочекаменная болезнь – это лишь фрагмент общего нарушения здоровья человека. То есть, есть некоторые этапы, некоторая таймлайн, о котором я говорил ранее, в представлении дерева. Ну и вот классический пример. Микроальбумин оказывается в моче, и мы его сможем с вами оценить. Стоимость теста микроальбумина, ну, существуют разные методики – хроматография, сухой химии. Если мы говорим о сухой химии, ну, порядка 10 рублей один тест. Если мы говорим про хроматографию, я сейчас ведем работы вот по тесту на хроматографическую, там необходима иммунная реакция, антиген антитела. Цены там разные, но порядка 100 рублей, не более, будет уже в промышленном производстве стоить данный тест. Что же по поводу профилактики? А, в общем-то, это всё достаточно просто. Выявление данного белка, предрасполагающего к мочекаменной болезни и к всему остальному, что я описал выше, является толчком для того, чтобы человек занялся своим здоровьем. И если мы ранее при нарушении каких-то функций, ну, например, там, при атеросклерозе или ещё чего-нибудь, говорили человеку, ну, вот вы пейте такие-то таблетки, ешьте меньше жареного, солёного, жирного и так далее и тому подобное, это почти никогда не работало, потому что у человека не было критерия эффективности соблюдения его диеты. То есть, он не мог сказать, вот я сегодня поел, и у меня сразу произошло ухудшение. Более того, он не мог этого сказать и через месяц, через два, через листри. И только в случае развития острой патологии, например, инфаркта или инсульта, он начинал задумываться. Сегодня, благодаря легкодоступности данных тестов, мы можем говорить о том, чтобы человек соблюдал мероприятия, пил больше воды, это такие общие, ел растительную пищу, правильно занимался, не курил, не употреблял алкоголь. И почти на ежедневном, мы можем отслеживать влияние, это влияние на функцию его эндотелия. Переходим плавно к метаболомике в развитии мочекаменной болезни. Ну, тут я, поскольку выступаю в урологической среде, мне нет необходимости подробно рассказывать о гиперкальциемии, гиперкальциурии, гипоцитратурии и так далее, и тому подобное, вы это всё знаете хорошо. Так вот, это тоже можно отслеживать. Именно это профилактика уже самой наличествующей мочекаменной болезни. О чём я имею в виду? Ведь мы знаем, что мы можем удалить камень, но мы оставим у человека мочекаменную болезнь. То есть, вот тот нарушенный обмен веществ, который возник, который привёл к камню, мы, к сожалению, удалить с вами не можем. Коррекция вот этих состояний и направлена на то, чтобы мочекаменная болезнь оставила человека. То есть, вот здесь как раз реализуется тот классический принцип, когда мы лечим не болезнь, а больного. В общем-то, тут тоже существует масса тестов, которые позволят оценить эффективность мероприятий, к которым прибегает пациент. Ну, например, произошла персонализированная коррекция диеты. Человек на регулярной основе мочится на тест-полоске и говорит, да, сегодня я эффективно коррегировал свою диету, а завтра нет. Следующий момент, о котором тоже хотелось, вот уже один из последних моментов, на котором я хотел бы сегодня остановиться, это о роли микробиота. Ну, все, знаете, недавно шумейшее исследование о так называемой, ну, в кавычках, возьмём пересадке кала, когда дисбактериоз кишечник лечили здоровой флорой доноров. То есть, просто пересаживалась вот эта флора, и результаты оказались значительно лучше, чем результаты применения антибактериальных средств. Здесь, в принципе, есть что-то даже подобное и сродни вот мочекаменной болезни и новым аспектам профилактики. Ну, например, всем известно урезопродуцирующие бактерии, и мы знаем, что их надо заниматься их эрадикацией, устранять их из организма человека. Но есть и другие бактерии, о которых Юрий Васильевич сегодня рассказывал. Есть бактерии, которые, наоборот, снижают риск развития мочекаменной болезни. Ну, например, вот эти вот всем известные аксолобактер формигенос, которые занимаются метаболизмом аксолата кальция, аксолата в кишечнике. Соответственно, если происходит метаболизм аксолата, то аксолат выводится из организма посредством дефекации и не всасывается в кровь. В общем-то, тоже сегодня достаточно популярная тема, и многие сейчас научные коллективы работают именно над разработкой средств по коррекции данного состояния. Итак, вы прослушали, ну, достаточно длительную лекцию мою, порядка 20 минут относительно современного взгляда на диагностику мочекаменной болезни. Я очень надеюсь, и к этому есть глобальные предпосылки, что мы с вами, мы, я имею в виду медицинское сообщество, отойдём от лечения симптомов, отойдём от лечения болезни и перейдём всё-таки к лечению больного. А именно данный подход позволит, ну, например, реализовать такой лозунг, как «излечиваем мочекаменную болезнь, предотвращаем инсульт и онкологию». Я понимаю, что он достаточно прецензионный, но вместе с тем я уверен, что именно за такими лозунгами будущее в нашей медицине. Спасибо за внимание.